Что такое реакция, преобладающая или преобладающий блок? Представьте себе круг временной. Предположим, этот круг можно поделить на 10 единиц времени. Есть четыре реакции. Вот та реакция, которая длится в кругу наибольшее количество времени и является преобладающей. То есть, если мы возьмем 10 единиц и какая-то реакция длится 6 единиц, на все остальные виды реакции остается 4 единицы, то эта реакция и есть преобладающая. Если мы говорим о 4, то если мы говорим о реакциях, которая остается в 6, то мы можем сказать, что эта реакция и есть преобладающая. И у человека в нем заложены все четыре вида реакции психики. И понятное дело, что когда мы говорим слон, это КП. То, что раздувается, и то, что хочет быть, и то, что хочет статус, и то, что хочет это все защитить. И это преобладающая реакция. Естественно, что у хищника движение только вперед. И крайнее положение жертва, да? То есть, если S это хищник, то H это жертва, да? В каждом человеке есть и жертва, и хищник. То есть, если у вас хищническая реакция преобладает, то есть она длится наибольшее количество времени, то безусловно, безусловно, у вас есть определенного рода задатки для того, чтобы работать в определенном направлении, и очень плохие задатки, чтобы в остальных четырех направлениях двигаться. у вас не будет получаться. Соответственно, когда мы говорим МД, это рептилоидная реакция, рептилия, она может просто уползти. А может стоять на одном месте и смотреть на вас, и как бы вы ее не хотели ударить, вы каждый раз будете промахиваться. Да, есть все равно рептилия. И когда у вас реакция интеллектуальная, а в нашем обществе первая реакция должна быть интеллектуальная у человека? Почему я говорила сегодня о важности философии? Вторая реакция должна быть рептилоидная. Третья реакция на ваш выбор. Либо хищническая, либо слонячая. В зависимости от ситуации. То есть вот так выглядит эффективная модель. Если ваша первая реакция хищническая, вы негодяи. В этом обществе вы негодяи. Чего вы на людей кидаетесь? Кто вам дал право? Но идеальной моделью является, когда у человека все реакции, как пальцы на руке. И он выставляет ту реакцию, которая наиболее эффективна в тот или иной момент времени. Но это высший пилотаж. Таких людей по пальцам можно пересчитать. То есть это люди, прошедшие специальную подготовку. Которые научили, как кубиками, играться, играть акциями психики. И вот такой человек может справиться с любой задачей, добиться любых результатов. Но для этого нужны тренировки и дисциплина. Но для этого он должен делать тренировки и дисциплина. К сожалению, современный человек этими двумя вещами брезгует. И вы можете точно сказать, что у большинства людей эти реакции не контролируемы вообще. А большинство людей считает, что работать над собой – это думать. Нет, ребята. Работать над собой – это разбираться с этими реакциями. Делать их ручными. Это и есть работать над собой. Я хочу, чтобы вы запомнили. Именно работа над этими реакциями, над умением ими их использовать в свою пользу – и есть работа над собой. Чего никто не понимает. Ты считаешь, что лучше книжки читать, а работать над собой? Нет. Цель одна – подчинить эти реакции себе и научиться их использовать в нужный момент времени в свою пользу. Чтобы добиваться с помощью этого результата. Это очень важно. Дальше. Продолжение следует...